всем огромный привет дорогие друзья сегодня я покажу как можно оплести вот такой кабошон буду делать сережки и заодно покажу оплетение кабошона и так для такой работы нам понадобится кабошоны размером 20 миллиметров то есть два сантиметра покупала такие кабошоны в интернет магазине чех биц эксклюзив ссылку я оставлю внизу можно взять любой другой кабошон правда при облить оплетение кабошона очень большую роль играет его форма они бывают как вот с крутым подъемом так и с менее крутым то есть все это играет роль в оплетении кабошона но примерно как это делается я вам сегодня покажу покажу именно вот такую оплетку это оплетение мозаичные очень мне нравится именно вот такая оплетка но я покажу как можно сделать вот такой узор хотя можно оплетать и без узора вот например я выполнила такие сережки были у меня кабошоны овальные здесь я оплела просто мозаикой вот сначала бисером тоха одиннадцатым потом стяжку делала пятнашкой с двух сторон одинаково тоже получается аккуратно здесь я не хотела красоту ко мне как бы закрывать поэтому вот не стала какие-то узоры делать мне кажется и так уже очень красиво и самодостаточно получили сережки вот ну а здесь я немножко закрыла камень потому что хотела уменьшить размер как бы размер вот этот для меня он большеват и кабошон сам по себе очень яркий хотя в этом магазине есть кабошоны и поменьше точно такие же вот но я почему-то заказала вот два сантиметра и они большеваты и так для плетения кабошона я взяла бисер тоха и вот такой цвет гранатовый но как-то мне кажется он у меня то ли подделка то ли что но все-таки я вам цвет скажу цвет 5d по цвету очень похож на гранат камень и взяла еще тоха 15 для узора это такой цвет золотистый но интересно если это конечно не pf оттенок 0557 просто pf такого у меня не оказалось но pf это тот оттенок который не теряет окраску посмотрим как себя поведет но я вот сейчас начну оплетать оплетать я буду на леске 02 можно взять и нить кто к чему привык но я вот люблю на леске мне вот как-то нравится когда нитку не видно ой леску не видно они все-таки она может где-то проглядывать поэтому это не моё ну конечно понадобится швенцы вот теперь я вот здесь отрезал 2 метра лески и у меня много осталось лески поэтому сейчас я отрезала полтора метра и посмотрим хватит или нет в конце я вам скажу точно сколько лески нужно итак первым делом я набираю 240 штук вот такого бисера вот это количество должно делиться два раза на 2 ну или делиться на 4 наверное да у меня 40 штук делится два раза на два зачем это нужно это нужно для того чтобы у нас вот этот узор получился симметричным вот эта оплетка если у вас не будет так делиться просто не получится такой узор имейте это в виду сейчас набираем 40 штук бисера тоха 11 набрали 40 штук бисера сейчас проходим через первый бисер соединяем в кольцо можно конечно и завязать если вот вам так неудобно можно завязать но не очень туго и теперь вот этот хвостик я оставляю где-то 50 сантиметров чтобы с обратной стороны уже не добавляя нитку можно было продолжить оплетать изнанку вот вот так мы вышли сейчас мозаичным плетением набираем по одному бисеру и проходим через один вот один вот у меня леска пропускаем один бисер и проходим следующий это плетение кирпичиками в конце у вас вот так будут ложиться бисеринки понятно да вот так по кругу каждый раз набираем по одному бисеру и проходим через один у нас конечно из-за того что вот не завязаны края будет рыхлое плетение но надо вот так вот придерживать но зато при таком плетение как бы получается красивая нить если завязывать концы то как-то туго и вот этот ряд ложится не очень-то красиво и так вот до конца идем один бисер пропускаем и проходим следующий и так идем по кругу когда вы дошли до конца вот взяли последний бисер обязательно нужно сначала зайти в бисер основание первого ряда как бы с которого мы начали плести и только потом подняться на второй уровень вот так я поднимаюсь и мы замкнули как бы в кольцо уже и пока в первом ряду все ложится не очень аккуратно пускай вас это не волнует точно также будем плести следующий ряд тоже набираем по одному бисеру и проходим сейчас уже вот по этим выступающим эти обязательно нужно найти вот я тут тоже немножко запуталась сейчас разберусь вот значит идем по вот этим выступающим вставляя по бисеринке и так по кругу значит у нас тут как бы получается два ряда вот таких кирпичиков и еще я забыла сказать после того как вы набрали первую цепочку нужно конечно померить подходят к вашему кабошону или нет это тоже вот важный момент поэтому обязательно примеряйте и так плетем еще один ряд по кругу и в конце набираем последний бисер тут обязательно нужно найти бисер с которого начали и поднимаемся на следующий уровень вот такие кирпичики они не совсем видны вот так я проплела два ряда но с первым первоначальным набором получается 3 в принципе можно попробовать связать и сплести из бисера чешского 10 если вы просто учитесь конечно можно попробовать но из более дорогих бисерин получается конечно лучше например делика мюки конечно было бы просто красиво но чтобы учиться можно и так теперь нам уже больше не понадобится 11 размер переходим на 15 сейчас между вот этими бисерами между выступающими вставляем по одному пятнадцатому бисеру вот так вставляем это же по кругу тоже мозаичное плетение у нас идет получается мы немного вот уже начинаем стягивать и заодно можете посчитать по кругу должно быть если первоначальный набор у нас был 40 штук бисера то сейчас в каждом ряду мы вставляем 20 бисера потому что идем через один бисер вот так по кругу вот закрываем ряд последний бисер тоже сначала заходим в тот бисер с которого мы начали плетение сейчас и не войду и потом поднимаемся на следующий так сразу не поднимусь вот у меня 20 бисер я считала вы тоже посчитайте чтобы не потеряться вот я поднялась на следующий ряд вот что получается здесь теперь будем делать арочки из 5 бисерин значит набираем 5 бисера пятнашки сейчас только работаем уже 15 бисером 5 бисера набрали и сейчас проходим через 1 15 вот я вышла здесь следующий пропускаю прохожу через одну бисеринку у нас тут получается вот такие арочки из пяти бисера и так по кругу каждый раз набираем 5 бисера так раз два три 4 5 5 бисера набрали пропускаем следующий и вот сюда проходим вот такие арочки у нас по кругу должны быть понятно да идем по кругу если вы правильно прошли то у вас по кругу должно быть таких 10 арочек вот я набрала набрала последние 5 бисеринку нужно пройти в основание вот как бы замкнула я круг вот и у меня по кругу здесь 10 вот таких арочек теперь нам нужно подняться на вершину арки если у нас на арке 5 бисера значит поднимаемся на третий бисер поднялись сейчас между вот этими вершинами вставляем по 3 бисера значит набираем 3 бисера 3 и по вершинам проходим находим вот в этой арке бисер который в середине он 3 но я думаю вы разберетесь и вставляем между ними три понятно да и так идем по кругу тоже на самом деле легкое плетение просто нужно понять смысл 3 и по вершине раз-два находим третий бисер вот вот что у нас должно получиться идем по кругу и набрала я последние три значит здесь проходим обязательно в основании в тот бисер с которого мы начали это не нужно забывать вот что у нас получается здесь можно стянуть вот такой узор но сейчас я еще по одному бисеру вот тут я вставляла между бисерами вот этими тремя поэтому сейчас нужно так подняться в общем нужно пройти через следующие три бисера вот так и вставляем по одному бисеру между этими тремя берем один бисер проходим через три через вот эти следующие три бисера и получается между ними мы вставляем один бисер и стягиваем потихонечку видно да вот один бисер ставили и так по кругу идем каждый раз набираем один бисер и проходим через вот эти три бисера вот так идем по кругу вот я прошла теперь для надежности можно еще раз по последнему кругу пройти если у вас позволяет бисер и ваша леска как бы вот по этому без бисеру 1 и 3 в общем еще раз можете укрепить последний круг если проходит иголка с леской вот это у нас как бы передний вот такой передняя сторона сейчас как укрепили вот этот последний ряд переходим к задней части нужно ах да сейчас я покажу я еще раз по кругу внутреннему прошла стянула хорошенько но вот эту леску пока убирать не стала просто я сняла иголку пускай она вот тут у вас останется пока если у нас не хватит лески с этой стороны будем просто вот этой леской оформлять петельку для замка теперь надели иголку на леску с обратной стороны вот здесь у нас леска помните оставалось сейчас проходим в вершину и между вот этими бисеринками вот этими кирпичиками видите они вот выступают вставляем по одному бисеру 15 точно так же как мы делали с передней стороны вот первый ряд у нас точно такой же по одному бисеру вставляем и проходим мозаикой и считайте если вы ничего не потеряли у вас должно быть 20 штук вот такого бисера по кругу идем вот так по кругу набрала я последний бисер 20 по кругу сначала заходим в бусину основании потом поднимаемся на вот через вот этот бисер 15 и вот у нас по кругу вот что получается теперь будем делать арки здесь всего один ряд арки у нас пройдет и сейчас набираем 7 штук бисера 15 так 4 5 6 7 каждый раз набираем по 7 штук и проходим через один бисер вот мы вышли здесь следующий пропускаем проходим через один 15 вот такие арки здесь по кругу у нас образуются понятно это да и так идем по кругу вот я почти прошла набрала последние 7 заходим в бисер с которого начали и нужно подняться на вершину вот этих семи это будет бисер который 3 наверное да планет 4 до 4 бисер в общем в середину арки нужно подняться вот так вот понятно пока вот вот что у нас получается пока да некрасиво но мы сейчас будем уже стягивать сейчас между вот этими вершинами я буду вставлять по 2 бисера и буду проходить по вершинам из этих семи и тут уже можно вставить кабошон можно немного пройти потому что с кабошоном все-таки это неудобно и вот на этих арочках найдите 4 бисер и по этим вершинам проходите может быть вам понадобится один бисер или наоборот больше но это зависит от формы кабошона поэтому тут я вот показываю принцип плетения вот сколько именно штук это можно нужно подобрать как бы индивидуально к каждому кабошону вот вот так идем по кругу можно сразу вставлять уже кабошон потому что здесь у нас происходит вот такая стяжка понимаете вот с кабошоном как бы сложнее его держать хотя можно и вот два бисера между этими вершинами раз два три четыре и вот так по кругу набрала я последние два бисера и проходим в ту бисеринку с которой мы начинали работу и замыкаем в круг обязательно нужно сейчас уже вставить кабошон и стягиваем вот так вот стянули немножко нужно поправить вот что здесь у нас получается задней части теперь по внутреннему кругу пустой леской обязательно нужно пройти вот по этим двум бисеринкам и еще раз и вот по вершине понятно да вот так проходим обязательно это нужно сделать и придерживать конечно кабошон просто теперь уже такую жесткую стяжку делаем обязательно это нужно сделать и потом уже завязываем нить вот давайте по кругу пройду и вы тоже вот я стянула хорошенько сейчас нужно вот эту леску вывести я вывожу к темным бусинкам и нужно завязать пропетлять и отрезать в общем нужно избавляться от этого хвостика и пожалуй я продолжу плести другим концом вот эту петельку для замка сделаю потому что здесь у меня очень мало осталось лески вот и вы тоже смотрите в общем-то полтора метра лески хватает но как бы если вам не жалко берите все две будете спокойно работать в одном месте где-то я буду завязывать между вот этими просто делаю вот такую завязку вот потом уже надо вот этот узелок спрятать под бисерну протолкнуть его нужно бисеринки потом дальше я петляю и через какое-то время просто отрезаю вот и остается нам поставить вот этот хвостик я убираю надеваю значит сейчас я надену иголку наделай я иголку на леску вывела леску на показать через бисер красный вот этот смотрите чтобы у вас на двух кабошонах из одного и того же места выходила леска чтобы ну как бы симметрично поставить вот эту петельку для швензы вот у меня выходят значит леска вот этот бисер видите да золотистый за этим бисером красный бисер вот через этот бисер выходят леска теперь я набираю три бисера потом я сразу надела швензу хотя у меня швенза открывается но чем вот мучиться потом я лучше сразу на дело потом еще три бисера а тем более если швенза не открывается это нужно сделать сейчас но вы поняли да вот так вот я надела и прохожу через другую сторону того же бисера делаю здесь такую петельку поняли да и сейчас еще раз по этим же бисеринкам прохожу целях укрепления и потом можно отрезать но если у вас еще раз проходит можете пройти у меня как бы с трудом это прошло в общем то думаю этого достаточно не такой уж тяжелый у меня кабошон нужно поправить теперь уходим немножко через бусины и точно так же завязываем в общем вы меня наверное поняли где-то нужно завязать пропетлять и отрезать избавляемся уже от этой нити вот такие сережки у меня получились очень нарядные красивые вот такая ажурная оплетка она очень красивая конечно получается вот пробуйте на самом деле это не сложно но можете начать вот с простой такой оплетки для начала тоже ведь получается красиво здесь просто я стягивала тремя рядами 15 бисера вот я уже кажется говорила слишком много сегодня про болтала да и получилось такое длинное видео вот ну я с вами прощаюсь всем желаю успехов творите это здорово и до следующего видео пока пока